И договаривались о сигналах, потому что рожок, кроме того, что еще, вот общение с коровами, да, с животными, еще рожок использовался как общение между паспорцами. И вот несколько сигналов такие получили название Кирилла, Теленька, Сгон. Это сигнал наиболее употребимый. Вот Кирилл использовал сигнал для пропавшей коровы. Вот пропала корова, ее начинают искать, играют Кириллы. Тут такой случай, я описал его фельдориста Бориса Федоровича Спирнова. Когда он записывал рожечников, это рожечников, он записывал на мережских рожечников, и вдруг поскольку сказал, что потерял сторон. И тогда он предложил от них поиграть Кириллу, может быть, она придет, покажи, как это действует. И тогда рожечник заиграл к Кириллу, и вдруг, буквально сразу после наигрыша, он услышал из соседнего стада, его посток отвечает тоже Кириллу. И тогда посток, который играл в рожке, подознал подпаску и говорит, иди, наша корова там. Идет с другого стада. Вот, мы сейчас сыграем несколько сигналов, чтобы не иметь представление вообще, как это звучит. Мы специально выезжали в экспедицию, Владимир Словный, для того, чтобы услышать вообще, как коровы его слышат, почему они идут на мир. Очень хорошо его слышно, там нет шума машин, нет шума города. Поэтому мы действительно человечество слышим далеко, ну а животное чуть-чуть более чувствуете. Итак, на это же Кирилла, на Басу. Это сигнал сгон. Это вот паспух, можно представить, да? Паспух уходит утром по лужайку, заигрывает паражок, и вот коровы слышат, что пора уже будить своих хозяев, пора уже ходить в поле. Погибла, давай, пора сейчас. Были очень необычные еще навешки. Дописали, опять-то по Сравской области, знаете, что было на сманивании жеребенка. Вот так звучало. Вот так, например, звучало на сманивании жеребенка. Ну, мы продолжаем наш концерт. Вот те нагроши, которые были первыми, это вот нагроши, которые восстановили по записям города Кратева. А сейчас мы будем играть уже немножко другую трагедию, трагедию в Костромской области. Надо сказать, что в Костромской области Владимирские рожки задержались дольше всего. В Владимирской области посреди уже пристали играть, а вот последний рожки в Костромской области вынули буквально несколько лет, два-три года. Вот. Бакузницы. Костромской области Костромской области Костромской области Костромской области Костромской области Сорвем Дуня Сорвем Дуня, лапушу, лапушу Сошьем Дуня Сошьем Дуня Сошьем Дуня, сарапан Сошьем Дуня, сарапан Носит Дуня Ай, ну носит Носит Дуня Носит Дуня По праздничкам Надевай Отдевай, отдевай Побуй, побудничка Побуй, побудничка Побудничку скитавай На лавочку На лавочку сплотавай Складавай на лавочку, складавай, складавай Под лавочкой, под лавочкой, под лавочкой даракан, даракан Проел, проел, туни, проел, туни, сарапан даракан Над самою, над самою, над бедой, над бедой, над бедой По-рую, по-рускому, по-рускому на спиной, на спиной По-русски, под лавочкой, под лавочкой, под лавочкой, над бедой, над бедой По-русски, под лавочкой, над бедой, над бедой, над бедой По-русски, под лавочкой, над бедой, над бедой По-русски, под лавочкой, над бедой, над бедой По-русски, под лавочкой, над бедой, над бедой Субтитры создавал DimaTorzok 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 Звали его Том И вот Том стоит разговаривать с каким-то мужчиной И Том подзывает, говорит, Борис подойди Я хочу это тебе точно сказать Я вам скажу, что случилось Он говорит, это местный фермер У меня сразу мурашки похожи Я играл в чужой приватной территории Спугнул животных Я думаю, что я на всех гастроли Сколько денег без работы, сколько мне сейчас придется заплатить Вот, а Том продолжает Это, значит, местный фермер Он увидел, как его коровам нравится Ваша музыка И предлагает вам контракт, значит, до конца лета Я поинтересовался, конечно, суммой Сумма была такая Сколько мы получали в составе 12 человек Всем плетим Одному за месяц Вот, но я гордо поднял голову Встал прямо и сказал На русском рожке Для английских коров Текать Вот такая вот смешная история Ну, а сейчас я хочу сказать о том, что Владимир Скорожок очень сложный Преволент для освоения И в 14 лет мы играем с рожком И дедный муж с нами Учимся осваиванием его И каждый раз мы представляем наших молодых ребят Которые рождены 2-3-4 года Для того, чтобы в сидящем зале Поняли, что это не так все сложно Что это все можно освоить Итак, наши, как сейчас Надо разговаривать, динейджеры Спасибо 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 Субтитры Спасибо Субтитры Спасибо Спасибо Субтитры Субтитры